Спасите наши уши! Именно с таким призывом в программу Вести обратились жители поселка Кавказского. Они пожаловались на стаи бродячих собак. Бездомные животные днем нападают на людей, а в темное время суток ведут ожесточенную борьбу за территорию. Проблеме разбирался Ахмат Халкечев. Это кошмар какой-то. Нет покоя ни днем, ни ночью. Живем как будто в псарне. По несколько раз за ночь просыпаемся на собачьи лай, шум и гам. Самые, что ни на есть, свору бродячих собак бегают практически в каждом районе поселка. И в каждой стае не один десяток озлобленных предательством людей хищных животных. Больше всего нам страшно за своих детей, жалуются люди. Мы боимся выпускать их без присмотра не только в школу, но и во дворах наших уже небезопасно, продолжают они. Меня вот на вот этом проспекте вот здесь укусила собака. Хорошо, что обошлось без столбняка, без бешенства, без ничего. Я пошла в поликлинику, у меня обработали ранку. Вот поэтому я хочу, чтобы беспризорных этих собак у нас в поселке не было. Проблеме с бродячими собаками в Кавказском не один год, но ситуация серьезно обострилась в последнее время. А причина этому то, что некоторые люди стали забывать о человечности и об ответственности за тех, кого они приручили. Все бродячие собаки были завезены с близлежащих сел и авулов, утверждают жители поселка. На трассе ехали, просто выбрасывали собак. Собака упала на задние ноги, ноги у нее не ходили задние. Директор кафе ее выкормил, вылечил, выкормил. Мы и проходить мимо не должны, и в то же время они опасны. Был случай, когда моего собака покусала внука. Полгода нам пришлось делать уколы против столбняка. Поэтому очень много собак, и их нужно убирать из поселка. Приверженцев жестких мер в поселке нет. Все против отстрела или других каких-либо негуманных способов решения вопроса бездомных животных. Но в то же время жить под страхом за себя и за своих детей и пожилых людей мы устали, говорят жители Кавказского. Пускай государство какие-то меры принимает. Мы не за то, чтобы собак истребляли. Пускай меры принимают. Мы не против собак, но чтобы людям было комфортно. А вот, насколько я понял, проблема продолжается не первый год, но она обострилась в последнее время. Потому что очень много стало собак. Очень много. Раньше хоть одна-две ходили. Сейчас они стоями ходят. Просто стоями ходят. И везде. В поликлинику пойдешь, там нападают. Около дома. Лично вот около нашего дома, как в шарне. Глава администрации поселка Кавказский Мустабай Рамуков, говоря о ситуации с бродящими собаками, признал, что проблема имеет место быть. И что она в последнее время стала весьма актуальной. Но, к великому сожалению, решение проблемы для муниципального бюджета финансово затруднительно. Приют, там, где его содержат собак, две недели стерилизуют. И потом, если они невостребованно выпускают назад, ближайший в Кисловодске, он, как бы, дорогостоящий. На сегодняшний день, в этом году, у них цена 10 тысяч, чтобы отстерилизовать и продержать одну собаку. В этом году мы занимаемся тем, что будем искать ветеринара на территории, чтобы стерилизовать. И сколько сможем за счет своих средств, отстерилизуем, чтобы проплода меньше было. И будем искать дополнительные средства, спонсоров. Если найдем, эта работа будет усилена. Ахмат Халкечев, Максим Долгов, Вести Крачаева, Черкесия, Прикубанский район.